Знаете, в Украине считаются гражданским обществом политические партии и общественные организации. Но мы знаем, что во всем мире гражданское общество это гражданин ответственный, общины и община государства. Как вы это понимаете, понятие гражданское общество? Спасибо. Спасибо, я понял. Вообще политическое государство или общество, это два различных государства и общества, это не одно и то же. Часто политики хотят сказать, что это одно и то же. Я разделяю, они думают, что это одно и то же. Когда ты разделяешь, то тогда получаешь соревнования. Соревнования между идеологическими партиями, если они действительно партии, а не карманные группы. И второе, это группы самоуправления, группы самоуправления, которые создаются различные комитеты, советы для того, чтобы решать местные проблемы. На уровне самоуправления можно обустроить пространство, все городское пространство и можно делать большие и очень хорошие проекты. Но не всегда самоуправление, как идея, совпадает с партийным развитием. Это два различных модуля, и они конкурируют, даже весьма очень часто, очень жестко конкурируют между собой. Если государство демократическое достаточно, то эти две группы, они договариваются. Например, социал-демократы или консерваторы, которые обыкновенно отстаивают сильное государство, договариваются с либертарами и даже анархистами, если те в состоянии сформулировать собственные требования, или с зелеными договариваются, или вообще с какими-то общественными группами договариваются об общем отношении. Но если партии не идеологически, не программные, то тогда договориться о чем-либо очень сложно. Почему? Потому что я говорил, если мы другие, то другой должен иметь лицо, с которым я разговариваю. Если у него нет лица, я могу ему помочь приобрести лицо, даже не такое, как мое. Но я должен понять, кто он такой, чтобы с ним договариваться, или пытаться завести с ним беседу. Но когда карманные партии, личные партии, для того, чтобы только его и его друзей продвинуть власти, это не прознарочное, потому что непонятно ни программа, ни идеология, и трудно с ним вести какой-нибудь нормальный диалог. Поэтому и в таком пространстве политическом, мелким самоуправлению, демократическому, прямому самоуправлению, развиваться чрезвычайно сложно. Поэтому я желаю, чтобы ваши политические партии приобрели программный идеологический облик, с которым вы, как гражданское общество самоуправляющееся, могли бы вести диалоги и договоры.